Еще 14. Именно столько пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции, выписано за сутки. Таким образом, на сегодня в стране выписано 614 человек. У всех повторный ПЦР-анализ показал отрицательный результат. При этом за сутки в стране выявлено 28 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Подробности у Калии Душибаевой. За сутки из стационаров выписано 14 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Из больниц Бишкека выписано 5 человек, Нарына – 3, Иссыкульской области – 1 и Джалабадской области – 5. При выписке результат анализов на коронавирус у всех отрицательные. За все время выписано с выздоровлением по стране 614 пациентов, что составило на сегодня почти 70%. Ну а сегодня из республиканской инфекционной больницы выписали 15 человек. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Отмечается, что выписанные пациенты останутся под наблюдением врачей. На сегодняшний день у нас общее количество больных 167, из них ПЦР положительных 159. Сегодня мы выписываем 15 больных с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. У них состояние сегодня удовлетворительное. Все, дальше мы передаем участковым врачам. Они будут под наблюдением в течение двух недель. За сутки в стране подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они выявлены в Бишкеке 16, в Чуйской области 2, в Джалабадской области 6 и в Баткенской области 4. Из них 5 случаев завозные. Один случай выявлен у крыгстанца, который прибыл из Дубая и находился на обсервации. Еще 4 человека прибыли из Таджикистана. Вирус выявили, когда они были в обсервации. Кроме этого, еще один студент Душанбинского государственного университета Таджикистана, он тоже при переходе через государственную границу был взят на обсервацию. И при лабораторном обследовании у него был выявлен коронавирус. И они все находятся сейчас на излечении. За сутки коронавирус также выявлен у 4 медицинских работников. Все они с Бишкека. Так, общее число заболевших медработников сегодня составило 221. На сегодня выписались в выздоровление 154 медицинских работника, что составляет 70% от общего количества выявленных случаев. Также стало известно, что ночью в Республиканской инфекционной больнице от COVID-19 скончалась 67-летняя женщина. У нее были сопутствующие заболевания – цирроз печени, двусторонняя пневмония, полиорганная недостаточность и отех мозга. В апреле месяце находилась на лечении в Джаизской территориальной больнице, где она попала в число контактных с заразившимся коронавирусной инфекцией. После контакта через несколько дней у нее резко обострились старые хронические заболевания. И с ухудшением она была переведена уже после положительных результатов в Республиканскую клиническую больницу, где, несмотря на все проводимые мероприятия, осложнения продолжились, состояние резко ухудшилось и пациент умерла. На сегодня в стационарах получают лечение 245 человек, зараженных коронавирусом. Это 29% от общего количества выявленных случаев. В тяжелом состоянии находится 7, из них четверо в реанимации. В средней тяжести 60 пациентов, в удовлетворительном состоянии 178. Между тем, эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильно напряженной, пока еще снижение случаев заражения не наблюдается. По словам замминистра, необходимо проводить профилактические мероприятия и обеспечить противоэпидемический режим. Большое количество людей находится на улице, торговые точки очень интенсивно приступили к деятельности, особенно базары, большие и мелкие, где наблюдается большое скопление людей. Это приводит к тому, что резко возрастает риск передачи данной высококонтагиозной вирусной инфекции. Большинство выявленных случаев заражения коронавирусом – контактные лица, которые находились под наблюдением. Кроме этого, сейчас есть несколько случаев, где не выявлен источник заражения. Поэтому я еще раз призываю к соблюдению санитарных норм и требований, принципов самоизоляции, которые пока никто не отменял, а также применение принципов социального дистанцирования, потому что без них мы сегодня не обойдемся. Как показала практика, послабления данные предприятиям стали толчком тому, что большинство жителей столицы начали свободно гулять по городу. Если все так и будет продолжаться, высока вероятность того, что будет вторая волна заражения. Напомним, что за нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрена административная и уголовная ответственность. В случае, если население не будет придерживаться правил карантина, то Минздрав будет вынужден предложить об ужесточении ограничительных мер. Если сегодня наше население не будет соблюдать тех правил и рекомендаций, то это приведет к тому, что мы можем получить осложнение эпидситуации в течение недели и двух недель. Поэтому убедительная просьба еще раз соблюдать принцип самоизоляции, соблюдать принципы дистанцирования. Отметим, что на сегодня количество контактных лиц составило 3855 граждан. Также на обсервации по Кыргызстану находится 675 человек.